Детское радио представляет Мачты, смотрящие в зенит Белее снега паруса Рында над палубой звенит За старой картой вас ждут чудеса Тайны старой карты Тайны старой карты Старая карта, она висит в моем доме Удивительная, волшебная вещь С ее помощью я, старый боцман И двое учеников Академии парусного спорта Что открыл в Санкт-Петербурге Газпром Совершаем путешествие в прошлое На берега разных морей и океанов Витя и Света, славные ребята Без них я не справился бы с нашей яхтой Да-да, конечно, без тебя тоже, рыжий разбойник Это мистер Томас, мой кот, главный помощник О, про яхту надо дописать Куда бы мы ни попали, пройдя сквозь карту Везде нас ждет старая яхта Оптимист Во время одного из наших путешествий Мы познакомились с балтийским мичманом Это же тот самый Фадей Белинсгаузен Сейчас он мичман А пройдет несколько десятков лет И он откроет Антарктиду Фадей Белинсгаузен Скоро отправится на поиски Тера Инкогнито Неизвестной Земли Так в 1819 году Называли неоткрытый континент На далеком юге Больше двухсот лет назад Давно это было А давайте последуем за кораблями экспедиции На нашей яхте Дяденька Боцман Очень хочется увидеть Антарктиду Можно Только надо подготовиться как следует Это, конечно, юг Но совсем не жаркий На горизонте какой-то остров Это южные сандвичевые острова Русская экспедиция должна их осмотреть И двинуться дальше, на юг Я вижу парус Это Белинсгаузен Дай-ка, Витя, подзорную трубу Нет, Соложата У Белинсгаузена и Лазарева Были два военных шлюпа Восток и Мирный А это... Точно, мистер Томас Это китобоец Такие суда охотились на китов По всем океанам Больше всего было американских С острова Нантакет Охотились на китов? Это же варварство Да, в наше время охота на китов запрещена Но тогда никаких международных соглашений не было Китобои в поисках добычи порой забирались далеко на юг К самой кромке плавучих льдов А зачем нужны киты? Киты нужны для света Электричества раньше не было Дома освещали свечами Восковые свечи стоили дорого Свечи делали из китового жира Жир вытапливали прямо на судне и разливали по большим бочкам Судно спускают шлюпки Вперед смотрящий заметил китовый фонтан Это кошелот Самая лакомая добыча Шлюпки подойдут к нему, чтобы загарпунить Ужас Сейчас гарпунер бросает острогу Это длинное копье с зазубренным наконечником Острога соединена со шлюпкой длинным линиям Это канат, так называется Подбитый кит будет тащить за собой шлюпку, пока не устанет Попали Кошелот тянет шлюпку очень быстро Шлюпка за ним не поспевает Слушай мою команду Паруса ставить, попробуем догнать Есть, капитан Кошелота прикинул шлюпку Люди упали за борт Надо помочь Витя, право руля Эй, мистер Хелп, плиз Помогите, люди добрые Вы русский? Так точно Фух, из Нового Архангельска Это город такой в Русской Америке Тогда так называлась Аляска Точно так, юная барышня Как же ты, русский матрос, попал на китобойное судно? А я служил на торговой шхуне Ходили в Японию и на юг В форт Рос Там тоже русские живут Это в Америке, в Калифорнии Там была русская колония И сейчас есть, да Так вот, сошли как-то на берег в японском Нагасаке Мне в портовом кабачке какие-то мерзавцы Подсыпали в кружку дурманищий порошок Очнулся уже на китобойце Вот так-то Так тебя, браток, зашанхаили? Зашанхаили? Был такой мошеннический способ пополнять команду Людей забирали на суда, не спрашивая Для верности давали снотворное Зашанхаить от китайского порта, Шанхай Что же нам с тобой делать? Возьмите меня с собой, ваш брат Тут сил нет, как домой хочется Давай, браток, становись к шкотам Есть! Ваш брат, это банига Мы в морском-то делу хорошо обучены Курс назюет по следам экспедиции Беллинсгаузена Здесь Восток и Мирный уже успели побывать Надо их догнать Тайны старой карты Тайны старой карты Продолжение следует